Итак, мы продолжаем говорить о прекрасных месяцах, месяцах исламского календаря. И сегодня время подошло говорить о восьмом месяце исламского календаря. И этот месяц называется Шаабан. О значении этого месяца здесь есть разногласия. Ну, во-первых, это имя было дано также Келябам бин Мурра, еще прапрадедам посланник Аллаху саламу саламу. И основное значение этого слова в арабском языке означает разделение. Почему разделение? Говорят, что арабы того времени как раз в этот месяц разделялись для того, чтобы искать воду. А кто-то говорит, что этот месяц он разделяет с собой два других великих месяца. Это Раджаб и Рамадан. Ибн Хаджар говорил то, что, наоборот, он говорил то, что это значение этого месяца означает как бы сборище или собрание. Собрание всего добра или хороших дел в преддверии великого месяца Рамадана. Все эти значения, они указывают на то, что этот месяц он является близким к Рамадану. И посланник Аллаху саламу своими делами и поступками указывал на это, побуждая нас как можно больше стараться в этот месяц, чтобы быть готовы к Рамадану. При каждом поклонении есть Сунан Каблия и Сунан Ба'дия. Это предшествующие Сунаты и последующие Сунаты. Если мы возьмем намаз, например, Зухар-намаз, у нас есть четыре раката Сунны перед Фарда, это Сунан Каблия. И два раката Сунны после Фарда, это Сунан Ба'дия. Рамадан также не исключение. Там есть Сунан Каблия и Сунан Ба'дия. Сунан Ба'дия — это шесть дней поста в месяц Шаваль. Это известные хадисы. Таким образом, мы достигаем определенную достоинство, о которой говорил посланник Аллаху саламу саламу. А Сунан Каблия как раз касается месяца Шабан. То есть все посты, которые вы будете делать в Шабане, это Сунны, которые предшествуют великому поклонению, то есть посту месяц Рамадан. И именно поэтому посланник Аллаху саламу саламу в этот месяц очень много постился. И есть признание сподвижников, включая Аишу, которая говорила, что самое большее посланник Аллаху саламу саламу постился именно в месяц Шабан. Если не считать месяц Рамадан. То есть месяц Рамадан, весь месяц мы постимся. А из всех месяцев именно в Шабане посланник Аллаху саламу наибольшее количество постящихся дней. А также от нее есть хадис, то, что она, как бы, анализируя действия посланника Аллаху саламу, говорила, что мы даже думали, что он постоянно постится. Были такие времена, когда мы думали, что он в Шабане постоянно только и делает, что постится. А были такие времена, что в Шабане мы думали, что он вообще не постится. Поэтому здесь, во-первых, нельзя полностью этот месяц проводить в посту, поскольку это будет противоречие сунне и побуждение к тому, чтобы как можно больше поститься, поскольку это действие посланника Аллаха. Один из подвижников, Усама ибн Зейд, поинтересовался у посланника Аллаха и спросил, посланник Аллаха, почему именно в этот месяц вы поститесь наибольшее количество дней? И тогда посланник Аллаха сказал, люди забывают его в промежутке между Раджабом и Рамаданом. То есть, таким образом, посланник Аллаха делает акцент на то, чтобы не забывать об этом тоже в Великом Месяце, о Месяце Шаабане. И также он сказал, что именно в этот месяц деяния возносятся ко Всевышнему Аллаху. И я хочу, чтобы мои, когда мои деяния вознеслись ко Всевышнему Аллаху, чтобы я был в состоянии поста. Конец хадиса. Дело в том, что есть в течение дня такие моменты времени, когда деяния возносятся ко Всевышнему Аллаху. Это утром после утреннамаза и это вечером после асарнамаза. Поэтому в это время мы стараемся проводить в зикре, в поминании Всевышнего Аллаха, чтобы когда эти деяния возносились ко Аллаху, мы были в состоянии поминания Аллаха. Есть еженедельные моменты, когда ко Аллаху возносятся наши деяния. Это в понедельник и в четверг. Как известно, посланник Аллаху в эти дни постился тоже по этой причине, чтобы деяния возносились ко Аллаху, а посланник Аллаху был будучи в посту. И ежегодное вознесение деяния ко Всевышнему Аллаху это в месяц шабан. И поэтому мы также стараемся в этот месяц как можно больше поститься, чтобы также, как Всевышнему Аллаху, мы или наши деяния возносились, когда мы находимся будучи постящимися. Также помимо постов, известно от сподвижников, что они в этот месяц очень много уделяли Корану. Они закрывали свои дела, свой бизнес и много читали Коран. Именно в преддверии Рамадана, чтобы в Рамадане еще больше освободиться для этого деяния, для чтения Корана. Садаха, хорошее деяние, посты, это все то, что предпочтительно в этот месяц. Также мудростью поста в этот месяц является то, что, как обычно, человек откладывает все на потом. И до Рамадана, чтобы не войти в Рамадан с долгами перед Всевышним Аллахом, я имею в виду посты, которые он не смог, обязательно посты, которые он не смог выполнить в течение прошлого Рамадана, как раз в месяц Шабан такая вот возможность эти посты возместить. И Аиша так и говорила, что обычно я именно в Шабане все свои долги выполняла, когда мы постелись вместе с пророком Мухаммадом, саллаху алисалям. Поэтому у того, у кого есть долги, как раз Шабан, хорошая возможность, чтобы не впасть в то, чтобы вы достигли Рамадана, а у вас еще прошлый Рамадан не выполнен. Просто по некоторым мнениям ученых, это является грехом, и нужно будет эти дни возмещать, и уже вместе с искуплением. И нужно просить у Всевышнего Аллаха Таля прощения, поскольку это грех. Также в месяц Шабан произошло очень много интересных событий в истории Ислама, в истории пророка Мухаммада, саллаху алисалям, на котором мы тоже, конечно же, иншаллах, прольем свет, но в следующих наших встречах, когда мы будем говорить об этом прекрасном месяце. Просим Всевышнего Аллаха Таля, чтобы он укрепил нас на сунне пророка Мухаммада, саллаху алисалям, Баракаллахи кум, ва Ахсаналлаху аликум, ва Саламу аликум, ва Рахмату Аллахи, ва Баракатум.